Доброе утро! Праздничное победное утро! 75-е по счёту мирное утро 9 мая, которое подарили нам наши героические предки. Это действительно праздник со слезами на глазах. Слёзы боли за ушедших воинов, слёзы радости и гордости за одержанную победу. Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения и благодарности каждому, кто воевал на передовой. Кто защищал страну от фашистских захватчиков, кто поддерживал фронтовиков своей работой в тылу. Всем, кто прошёл беспощадное жерло той войны, кто умирал за свою страну. Кто жил ради победы, ради нас с вами. Мы говорим самые искренние слова благодарности героям Великой Отечественной войны. Это их праздник, это наш праздник. Поэтому мы проводим телемарафон «Победа-75». Прямые включения с памятных мест, истории героических городов. Необычные судьбы людей и, конечно, песни тех военных лет. Всё это для вас, дорогие ветераны. У нас работают сразу несколько площадок. В утренней студии Сергей Мельников и Александра Корновичем уже не терпится поздравить всех с Днём Победы. Приветствую, Серёжа. Саша, что у вас запланировано на сегодня? С праздником мы присоединяемся ко всем поздравлениям, звучащим сегодня в этот самый важный день в году. И сейчас мы передаём слово нашей гостевой студии, в которой работает Елена Емельянова. Доброе утро, Саша, Серёжа. С праздником, с Днём Победы. Как много значат эти слова и как они нас объединяют. Радость, гордость, уважение, скорбь. Сегодня мы все испытываем эти чувства. А я передаю слово в полевую студию Вильдану Милошеву и Емелье Люху. Спасибо, Елена. Здравствуйте, телезрители, здравствуйте, дорогие крымчане. Мы рады приветствовать вас в этот праздничный юбилейный день Победы здесь, в нашей импровизированной полевой студии. Да, и сегодня у нас в гостях будут творческие люди, певцы, музыканты, актёры, театры и кино. Уверен, у каждого из них есть своя семейная история, связанная с Великой Победой. И мы очень надеемся, что сегодня в этой обстановке они ею с вами поделятся. И, конечно же, подарят нам своё творчество. Но мы передаём слово нашим коллегам из студии новостей, Аниме Лиховой, Александру Макарю. Спасибо, Эмилия и Вильдан. Наши группы работают также в крымских городах Севастополь, Ялта, Керчи, Евпатория. Симферополь уже готов с нами пообщаться. Марина Патрина несёт вахту возле Вечного Огня. Я поздравляю вас всех с Днём Победы. Мы находимся сейчас в парке имени Юрия Гагарина возле Вечного Огня. Здесь сейчас пока малолюдно. Оно и понятно. Раннее утро и во-вторых, и в самых главных, очевидно, послушали президента и остались дома. Мы работаем здесь в течение всего марафона, в течение всего празднования телевизионного. И будем рассказывать и показывать, что же здесь происходит. Мы будем передавать ту атмосферу, которая здесь царит, а она непередаваемо. Спасибо, Марина. Теперь узнаем об атмосфере в Евпатории. Анастасия Егорцева расскажет, как празднуют День Победы в городе-курорте. С праздником вас, коллеги, дорогие телезрители. Сейчас мы находимся на мемориале «Красная горка», который является сердцем нашего города. Символ безмерной скорби и священной памяти горожан о земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Теперь это братская могила. Ежегодно здесь собираются тысячи евпаторийцев, чтобы почтить доблесть и память наших героев и возложить цветы к подножью монумента «Скорбящей матери» и «Вечному огню». Сейчас поговорим с Артемом Артеменко. Он на Сапун-горе. Артем, доброе утро. Что запланировано сегодня в Севастополе? Город-героя Севастополь присоединяется к нашему телемарафону. Мы находимся на Сапун-горе, на историческом месте, где сегодня состоится торжественное возвращение вечного огня к обелиску славы. Спасибо Артему. Это был Артем Артеменко. Он работает в Севастополе. А сейчас узнаем, какая атмосфера в героической Керчи. Очень трепетно там готовились к 75-летию победы. Подробнее об этом расскажет Светлана Ермельченко. Коллеги, я приветствую вас из города-героя Керчь. Опаленная войной через город четыре раза проходила линия фронта. Он дважды был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Здесь десятки тысяч историй, но одна память и одна на всех победа. О том, как будут праздновать День Победы в южной столице полуострова, нам расскажет Лиля Виджат. Лиля, здравствуй. В каком формате праздник пройдет в Ялте? С праздником. Это главный мемориальный комплекс в Ялте. Именно сюда ежегодно приходят жители, чтобы сложить цветы и почтить память воинов минутой молчания. Конечно, в этом году в Ялте, как и по всей стране, великий праздник пройдет в особом режиме. Мы его отметим по-домашнему, в теплом семейном кругу. Спасибо, Лиля. Будем ждать от вас новых подробностей. Крымские города героически обороняли и также героически освобождали. Один за другим. Подражеским огнем с потерями, со скрежетом земли на зубах, советские воины буквально вырвали эту победу у врага. Поэтому День Победы со слезами на глазах даже у правнуков ветеранов, в которых течет кровь героев. Поэтому мы гордимся знаменем Победы. Поэтому день 9 мая для нас так важен. Самое время поделиться этой радостью с утренней редакцией. Они с нетерпением ждут возможности также поздравить всю страну с Днем Победы. Сережа, Саша, передаем эстафету вам. Слова, которые вы сейчас услышите, они останутся на долгие годы не только в архивах телеканала, но и в вашей и в нашей памяти. После окончания 9 класса началась война. Я послал письмо, и меня зачислили в часть нашу. И в первое же время самое тяжелое у меня был переход от Кавказского побережья до Керчи по льду Черного моря. Ну а сейчас мне хочется перейти к поздравлению главы государства Владимира Путина. Традиционно, как и во все значимые для страны дни, президент Владимир Путин обратился к народу. Уважаемые граждане России, уважаемые ветераны, дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Днем Победы. Для нас всех это самый главный, самый дорогой праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе с праздником вас, с Днем Победы. Ура! 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 И мы связались с коллегами из других регионов страны и предлагаем сейчас услышать журналистов из Липецка. Привет, Крым! Телеканал «Липецкое время» поздравляет вас с 75-летием Великой Победы. В этот праздничный день хочется пожелать всем мирного неба, ценить время и счастье каждого дня. Беречь свою родину, защищать родных и не забывать о подвиге тех, кто ради нас отдавал свои жизни. Сегодня в честь ветеранов цветы возложит у Вечного огня и глава Республики Крым Сергей Аксенов. В нашей студии очередной гость – это Артур Айвазян, олимпийский чемпион по пулевой стрельбе. Доброе утро! С Победой вас! И вы пришли к нам с портретами. Расскажите. Доброе утро! Поздравляю всех с этим светлым праздником. Это действительно, наверное, один из самых величайших праздников. И фраза «со слезами на глазах», наверное, лучше не придумать определение к этому празднику. Я пришел с портретами. Мы с женой участвуем в «Бессмертном полку» вот каждый год. И эти портреты, они всегда вот вместе. Это родственники со стороны жены, а это мои дедушка и бабушка. Мы передаем слово гостевой студии. Там сейчас работает Елена Емельянова. У нее в гостях Сергей Аксенов, и она продолжит наш телемарафон. Да, коллеги, наш праздничный телемарафон «Победа-75» продолжается. История и память в каждой семье. Это не прошлое, а настоящее. То, чем мы живем сейчас и помним. У нас в студии Сергей Аксенов, глава Республики Крым. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником. С Днем Победы вас. Всех крымчан, еще раз всех с праздником. Великий праздник на самом деле. Всем ветеранам, всем участникам боевых действий, дружникам тыла, всем, кто имел отношение к этой великой победе. Слова уважения, благодарности, вечная память тем, кто не вернулся, конечно, в Царство и небесное. Помним их всегда, уважаем, ценим эту память, дорожим ей. Ну, а тем, кто живой, конечно, надо максимально внимания уделить, с тем, чтобы они долго еще радовали нас, своих близких. Вообще, и действительно, это живая история, живая легенда. Вы сегодня встречаешь ветеранов, и вся грудь в орденах, иконостас целый. И вот, на самом деле, за каждым орденом, это же боевые какие-то случаи, это, на самом деле, да, риск для жизни, вот это такая самоотверженность, ну, полная самоотдача для того, чтобы выполнить поставленное руководством страны на тот момент задачи. Поэтому, Великая Победа, всех с праздником, с большим уважением. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И я хочу рассказать о его мечте. Он долгие годы хочет попасть на Парад Победы в Москву. И мы очень надеемся, что 76-летие Великой Победы на 76 лет он попадет на Красную площадь, и там увидит Парад Победы. Ну, а сейчас я предлагаю поздравить его. Он уже ждет, смотрит на нас с балкона, и сейчас прозвучит композиция компарсита танго. Субтитры создавал DimaTorzok Новохадский Владимир Ильич признается, жизнью обязан хорошей подготовке в военно-пехотном училище. Будучи сам командиром взвода автоматчиков, защищал родину в танковой бригаде. Владимир Ильич рассказывал, порой приходилось стрелять из пулемета так много, что оружие накалялось и начинали гореть рукава шинели. Вспоминает и один из самых страшных боевых взятия сандомирского плацдарма. У нас в студии вновь гость – главный режиссер Крымского академического русского драматического театра имени Горького Юрий Федоров. Рояль вползал в каменоломню. Его тащили на дрова к замерзшим чанам и половням. Он ждал удара топора. Он был без ножек, черный ящик, лежал на брюхе и гудел. Он тяжело дышал, как ящер, в пещерном логове людей. А пальцы, вспухшие, олели. На левой – два, на правой – пять. Он опускался на колени, чтобы до клавишей достать. Семь пальцев бывшего завклуба. И обморожена суха, с них, как с разваренного клубня, Дымясь, сползала шелуха. Металась пламенем сполошным их красота, их божество. И было величайшей ложью все, что игралось до него. Все отражения люстр, колонны. Во мне ревет рояля сталь. И я лежу в каменоломне, и я огромен, как рояль. Я отражаю Штолин сажу, фигуры, голод, блеск костра. И как коронного пассажа я жду удара топора. Спасибо. Спасибо вам большое. Даже, знаешь, трудно передать на словах все, что промелькнуло сейчас перед глазами, когда Юрий читал это произведение. Спасибо большое еще раз. Друзья, напоминаю, что у нас в студии был Юрий Федоров. А наши коллеги сняли сюжет об аджимушкайских каменоломнях. Именно этим сюжетом продолжается наш победный телемарафон. Старокарантинские каменоломни – одни из самых древних и крупных на Керченском полуострове. Трехъярусные штольни, длина которых больше 60 километров, в 1941 году стали местом базирования и укрытия советских партизанских отрядов. Когда гитлеровцы блокировали и заминировали все выходы из каменоломен, наружу могли выбираться только мальчишки-подростки. Среди них и Володя Дубинин. 14-летний разведчик добывал ценные сведения о дислокации и численности немецких войск. 2 января 1942 года во время обследования территорий юный герой подорвался на мине. Его посмертно наградили орденом Красного Знамени и удостоили звания Героя Советского Союза. В мае 1942 года во время второй оккупации Керчи командованием советской армии принято решение об эвакуации войск на Таманский берег. Чтобы сдержать натиск противника, создавались специальные сводные отряды, которые прикрывали отступление. Не получив приказа на отход, около 10 тысяч красноармейцев остались окружены в поселке Аджимушкай. Тогда и началась его героическая оборона. Саму непосредственно оборону аджимушкайских каменоломен сравнивали с Брестской крепостью. И так и называли Керченская Брестская крепость. Когда все силы, брошенные на борьбу с вражескими войсками на поверхности земли, были исчерпаны, советские бойцы и командиры спустились в глубь каменоломен. Самые ожесточенные сражения у подземного гарнизона были за воду. Вылазки к источнику на улице делали редко. Однажды удалось добыть 4 ведра ценного ресурса. Однако без жертв не обошлось. Немецко-фашистские захватчики успели расстрелять около сотни солдат. Отдельная страница в истории подземного полка – это работа медиков. Во время эвакуации в 1942 году санитарный батальон не успевают перенести к переправе. Раненых принимают санчастия внутри Штолен. Так выглядела операционная подземного госпиталя. Над столом закрепляли кусок ткани, чтобы осыпающаяся крошка не попадала в раны. Антисептиком служил самогон. Его же использовали в качестве анестезии. Буржуйка, чтобы кипятить инструменты. А вот эти остатки обуви свидетельствуют о многочисленных ампутациях. К сентябрю 1942 года силы советских защитников почти иссякли. Организованное сопротивление прекратилось, однако еще два месяца бойцы держали оборону. Лишь в октябре в плен взяли последних оставшихся в живых 48 человек. Сегодня мемориальный комплекс «Аджамушкайские каменоломни» – один из самых известных памятников, посвященных событиям Великой Отечественной войны. Но один из ветеранов все-таки решил сам к нам прийти. Мы не можем с ним не пообщаться. Это Николай Петрович Телейник. Что это? Здравствуйте. Мы с вами в эфире. И вы пришли, чтобы поздравить, наверное, сослуживцев, ветеранов с Великой Победой, с юбилеем Победы. Что бы вы хотели им сказать? Сейчас начинать? Сейчас. Мы уже в эфире с вами в прямом. Дорогие сограждане крымчане, уважаемые гости, участники Великой Отечественной войны, партизаны, труженики тыла и дети войны. Сегодня мы отмечаем 75-ю годовщину, а это 1418 дней и ночей. Такой был подвиг Великой Победе. Спасибо вам большое. И вы уже ранее сказали о «Минуте молчания» в память о павших. Давайте сейчас мы поддерживаем вас «Минута молчания». Помните через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните. Не плачьте. В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны. Вечно достойны. Праздничный телемарафон продолжается. Мы работаем сегодня в разных регионах Крыма и сейчас на очереди Симферополь. И точно так же в разных регионах Крыма и всей большой страны проходят как традиционные акции, правда некоторые перекочевали в онлайн формат, так и новые мероприятия, как, например, «Окно Победы». Подробнее об этом мероприятии, которое проходит по всем крымским городам, в частности, в Симферополе, расскажет Елена Байрамова. 2020-й – это год памяти и славы. И сегодня проводится акция «День Победы», в которой можно принять участие каждому желающему. Она называется «Окно Победы». Принимают в ней участие как профессиональные музыканты, так и просто любители музыки. И сегодня прозвучит легендарная песня Давида Рахманова «День Победы». В ней может принять участие каждый желающий. Сейчас мы находимся возле дома солиста Государственного музыкального академического театра Республики Крым Евгения Печенкина. И предлагаю послушать эту легендарную композицию, небольшой отрывок в его исполнении. «День Победы» 5 января был высажен в Патарейский десант в составе 800 человек под командой капитана Бузинова. Целью десанта было отвлечь силы врага от обороны Севастополя и высадки на Керченском полуострове. Но уже 8 января его сопротивление было сломлено. И вот Александр Скляр специально для нас, для нашего телеканала записал песню, которая посвященная Евпаторийскому десанту. Давайте послушаем. Эта песня посвящена Евпаторийскому десанту, нашим героическим морякам. За нашей спиной остались падения, закаты, но хоть бы ничтожные, но хоть бы невинные. Зимой взлет мне хочется верить, что черные наши, вошел латы, дадут мне возможность сегодня увидеть вас. Вот сегодня на людях сказали, умрите, геройски попробуем, ладно, убитым. Какой оборот я только подумал, чужие куря по-пероски. Тут кто как умеет, мне важно увидеть вас. Вот особая рота, особый почет для сапера. Вы вновь перенеслись в нашу полевую сторону. Нам песня «Строить и жить помогает». Она как друг и зовет, и ведет. Знаменитая песня в исполнении легендарного Леонида Утесова из кинофильма «Веселые ребята». Ну, разве можно поспорить с этими словами? Бесспорно нет, ведь действительно, и на поле боя, и в тылу именно песня порой помогала нашему солдату дожить и дотерпеть, дойти до той заветной любимой победы. И мы с Вильданом не могли не воспользоваться случаем и не примкнуть к нашим гостям. Мы тоже хотим спеть для вас, дорогие наши зрители. Расцвета яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. Выходила, песню заводила, про степного сизого орла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети на ясным солнцем вслед. Пусть он вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на Крутой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова